Привет всем моим зрителям! Как вы помните, в прошлом году я снимала такую серию видеороликов с презентацией косметики Графтобиан в ТОП Косметикс. И это была не просто презентация, это было как бы даже немножко обучением. Было рассказано о том, как делается косметика, её составе, о том, как работают прозрачные пудры и так далее. И отдельный был ролик ещё и про саму косметику Графтобиан. Эти ролики получили у вас довольно-таки хорошие отзывы, и я решила снять для вас ещё один ролик с этой же компанией. Это не совсем сейчас будет про Графтобиан, это скорее будет про обучающие курсы, которые у них проходят. Я хочу вам показать и рассказать то, как происходит у них обучение, как происходит обучение у визажистов. Причём это не начинающие визажисты, когда ещё ничего не умеешь и пришёл, а это группа, ну как бы повышения квалификации. Это группа такого арт-направления, фото-направления для бьюти-съёмок и для каких-то ещё интересных проектов. В этом видеоролике я вам покажу моё интервью, которое я взяла у Екатерины Малковой. Оно довольно-таки короткое, но оно объясняет суть, о чём их курс. Он действительно необычный. И дальше увидите, как это всё выглядит. Приятного просмотра. Этот формат курса, он абсолютно новый. Мы его даже назвали курс-майтни. В особенности его не учить визажиста инструментов. То есть мы вообще, можно сказать, не даём готовых инструментов работы. Мы приглашаем целистов, визажистов, которые уже работают, которые уже обладают определёнными инструментами. Но цель курса – показать новую возможность работы. Во-первых, визажист делает макияж не ради макияжа. Самый основной вопрос, который мы покажем, для чего мы сделаем работу. Когда к нам приходит клиентка, у неё есть определённая цель. Она пришла не за макияжем, а у неё цель этого макияжа – выйти замуж, строиться на работу. То есть макияж, который влияет на судьбу человека. То есть мы говорим о судьбе человека. Мы говорим о том, для чего. И очень важно, что сейчас произошло новое переформатирование. Нам уже не важно, как мы выглядим оффлайн. Здесь и сейчас меня может увидеть оффлайн на сегодняшний день человек 30-40. А онлайн меня видят тысячи, меня видят миллионы. И моя, Екатерина, онлайн порой бывает намного более эффективная оффлайн, чем Екатерина, оффлайн. И это нужно принять как данность, как данность этого премии. По этой причине мы учим визажистов увидеть возможности работать для онлайн-аудитории, для мира онлайн. Понять, что деньги из салонов уже утекают, они приходят в онлайн. Мы учим визажистов работать с фотоаппаратами, мы учим визажистов коммуницировать правильно работать с фотоаппаратами. Самая важная цель этого курса – показать совершенно новые возможности для работы визажиста. Это для работы с заказчиком, то есть уже совершенно другими бюджетами. Не с клиенткой, как с женщиной, с частным клиентом, а с работой с корпорацией. Работать с крупными проектами, с большими бюджетами и создавать при помощи макияжа, при помощи работы с фотоаппаратом, возможность визуальной коммуникации до мира. Основная цель курса. Да, отлично. И я так понимаю, что это вроде как повышение для визажистов, курс своеобразный, как повышение. Можно расценивать так? Мы изначально рассматривали этот курс к повышению квалификации для визажистов и говорили, что первый курс, который я набирала, причем я четко смотрю за таким понятием, как динамика группы. Для меня важно, чтобы каждый из слушателей этой группы хорошо коммуницировали друг с другом, поэтому в разных группах немножечко разная динамика у нас. Вот первую группу я полностью набирала сама, через мое личное собеседование все это проходило. И я считала, что слушатели этого курса должны быть исключительно уже опытные специалисты. Со второго курса я для себя влияла такое правило, как позволить себе одно бюджетное место для талантливых начинающих визажистов. Те, которые могут себе позволить еще оплатить, они действительно талантливые ребята. И со второго курса я стала обладать одно бюджетное место. Так вот я хочу сказать, что начинающие визажисты стали показывать даже более интересные результаты, чем уже опытные. Потому что опытным приходится переформатировать. Переламывать уже то, что есть. А чистый лист приходит, можно вложить в него все что угодно. Когда нам много благодатной почвы и результаты по работе у нас в разы, в разы выше у начинающих специалистов. Здорово.